Есть граф, в каждой вершине которого разрешено делать такую операцию. Зажечь ее и все соседние вершины. А если какая-то из них была зажжена, то ее потушите. И так можно делать с любой вершиной. А они могут сгореть? Нет, ничего не может сгореть. Задача. Докажите, что можно добиться, чтобы все вершины графа оказались вы. Горящими. Ну, например, давайте посмотрим какую-нибудь картинку. Скажем такую. Четыре точки, каждый семинар с каждой. А граф может быть как просто пример? Может быть, нет, я нарисую сейчас, например. Вот когда прямая, ты не возьмешь? В последнем можно просто одним берешь, и все соседние заживаются. Вопрос. Какую вершину достаточно зажечь здесь, чтобы все загорелись? Серьезно. Любую. Например, на самом деле любую. Берете вот эту вершину, зажигаете, и все получится. Или эту. Только одну. Хорошо. А здесь? Здесь две бомбы зажить. Какие? Угловые. Две середины. Или середины. Нет. Нет, смотрите, Алексей Васильевич, зажигаете сначала середины, две середины. Потом верхний угол, и потом нижний угол. И это будет работать. Не важно в этом порядке. А, ну вот так. Скажите, пожалуйста, так получится ли? Нет, смотрите, у вас... Получится. Почему? Там нижний. А, потому что вот эта вы горите. Да, потушится она. И вот эта не будет гореть. Значит, что мы сделаем? На середине яйца. Да. А метод ли что зажигает? А может зажигать зажимые вершины, так что вреднотепа... Нет, любая вершина, либо зажига, либо нет. Давайте я чуть-чуть по-другому перефолирую задачу. Докажите, что можно отметить несколько вершин таким образом... А повторно отметить несколько. Докажите, что нужно отметить несколько вершин таким образом, что для любой отмеченной вершины среди ее соседей четное число отмеченных, а у любой неотмеченной вершины среди ее соседей нечетное количество отмеченных. Это и соответствует вот этому нашему правилу. Там загораются, не сгорать. Итак, кто-нибудь придумает для вот такого графа? Я пока ничего хорошего не придумал. Потому что у меня на картинке вот эти две вершины, левый, нижний и правый верхний углы, не горят. Их надо заставить гореть, конечно. А как вообще решать такую задачу? Потому что, конечно, замечательно, если мы сейчас придумаем пример, но, может быть, есть какое-то правило. Так вот, одна из возможностей в этой задаче такая, что взять, написать в вершинах буквы и составить соответствующую систему равнений. С, Д, Е, И. Обратите внимание, каждая из этих букв принимает значение горит, не горит. Не горит ноль, горит единица. Это компьютерный код. Да. Давайте пройдемся по вершинам и напишем. А плюс Б плюс С плюс М. Должно гореть. А, Б, С, Е. Дальше, Б, А, Д, Ф. Какая-то странная работа. Сравнимо. Сравнимо с единицей, по-моему, или два. То есть, должно давать одинаковый остаток. Так вот, единственное, здесь все, Б, А. Давайте я сейчас буду писать в правильном порядке. Так будет легче. А плюс Б. Это я служу в этой причине. Теперь я служу в следующем. А, С, Е, Ф. Теперь обслуживаю следующее. Вот эту, Т. Б, С, Е, Ф. Б, С, Е, Ф. Так, Б, С, Е, Ф. Теперь я служу в этой причине. А, С, Е, Ф. А, С, Е, Ф. И последнее. Вот это. Это Б, Т, Е, Ф. Получилась система из шести уравнений, из шести уравнений. А, С, Е, Ф. Вообще, это ужасно. Потому что ее решать долго, тяжело. А главное, она же абсолютно зависит от нашего графа. Поэтому, даже если я сейчас ее решу, а я ее решу, то будет совершенно непонятно, собственно, а что делать? Понятно, да? Что делать другим графом? Так, давайте просто ради, что называется, самый простой, такой самый очевидный способ. Это способ последовательного исключения неизвестного. Что это значит? Вы берете, скажем, первое уравнение и говорите, что из него А это то же самое, что В, С, Е линии. Все понимаете, почему я перенес другую часть, я все равно пишу плюс. Потому что у меня остатки от Елинии на 2, поэтому плюс и минус это одно и то же. Важно, четное или нечетное. А теперь я объяснил только что. Потому что я числа, бывают четные, бывают нечетные. Для черного числа неважно писать перед ней плюс или минус. Для нечетного тоже. Так вот, что я теперь делаю? Я вот это верхнее уравнение вычитаю из этого и этого. А все остальные, да и из этого, вот из этих трех, да, из этого, вот этого и вот этого. Вычитаю, потому что в них есть буква А. А все остальные уравнения перепишу без изменить. Что получится? Получится система из пяти уравнений. Ну, давайте, значит, на верхнее уравнение я почитаю отсюда. Б исчезнет, останется СДЕФ. СДЕФ это будет можно. Теперь отсюда вычитаю. У меня исчезнет, у меня исчезнут буквы А, С и Е, останутся БДФ. Б плюс Д это 0. Хорошо. Вот это вот уравнение переписываю без изменений. В БЦДФ это будет единица. Теперь следующее АЦЕФ. Значит, АЦЕ есть. Сейчас тут останется Б плюс Ф. Б плюс Ф это 0. И последнее уравнение в БДЕФ я переписываю, что это единица. Ребята, смотрите, что произошло. На одну неизвестную стал меньше. Вот это его А исчезнет. Но и уравнений стало ровно на одну меньше. Видно теперь, что нам очень легко провести дальше уменьшение количества неизвестных. Через букву Б легко выражаются Д и Ф. Давайте я буду, что это не по общей науке писать, а воспользуюсь тем, что если эти простые уравнения получились. Значит, Д это то же самое, что Б. Ф это то же самое, что Б. Соответственно, вот эти два уравнения я выброшу уже. Они уже мне больше не нужны. И вот это перепишу в Д и Ф заменяя на Б. То есть положено, что С равное. С это то же самое, что Е. Давайте я получу, что Е это то же самое, что С. Соответственно, я эту армию тоже писать больше не буду. Ну, теперь сюда иду. То есть Б и Д одно и то же. С и Ф. Это получается С плюс Б, это единица. И нижнее уравнение. Б и Д одно и то же выбрасывались. Е пишут С. То же самое. Нижнее уравнение. С плюс Б единица. Ну, господа, видно, что у нас получается. С это на самом деле Б плюс один. С это Б плюс один. Е, соответственно, это Б плюс один. Теперь осталось вспомнить. А это Б плюс С плюс Е плюс один. Б плюс С плюс Е плюс один. Поехали. Б, С и единица. То же самое, что Е. А Е это Б плюс один. Отлично. Значит, я теперь могу записать окончательное решение. Итак, А это Б плюс один. Б это и есть Б. С это тоже Б плюс один. Д это Б плюс один. Д это Б плюс один. Д это Б плюс один. Ф это тоже Б. Так. И Е это кто у нас? И Е это у нас С. Заметьте, два варианта. Давайте оба варианта я нарисую, потому что надо все-таки проверить сработало это или итак вот эти наши два варианта в одном случае надо взять в качестве я напомню где у нас там что а.б.с.д. если в качестве вы берете 0 то получается что а это единица она должна гореть е и с это тоже единица вот они должны гореть а б и ф не должны гореть а ну и понятно и второй случай вот так вот эти 3 зажигаем а этих не зажигаем или наоборот эти 3 зажигаем а эти 3 не зажигаем вообще-то мы решили задачу потому что если вы посмотрите скажем у этой решили один зажигу один у этой один сосед, у этой тоже один сосед, у этой три соседа, все, мы решили задачу. В чем проблема того решения, которое сейчас написано? В том, что оно очень конкретное для конкретного графа. То есть, если вы мне дадите граф, то если много решить, то на компьютере, если немного решить, то сам так, я могу таким способом решить. Но я не доказал, что в любом случае такая раскраска обязательно найдется. Понятно? Нет, создать формулы нереально, потому что надо решать, решать, решать систему, и в конце концов, более того, я даже не уверен, что всегда будет два варианта. Это неправда. Бывает, что вариантов больше, бывает, что вариантов единственные. Проблема не в этом. Проблема в том, когда у нас был граф, помните, четыре вершины, каждый вес, который сидит, то раскрасок был четыре, потому что достаточно было любую вершину покрасить, да? Проблема в том, как доказать для любого графа, что такая раскраска существует. Есть два способа. Один заключается в том, чтобы понять, что мы имеем дело с системой уравнений, а когда мы имеем дело с системой уравнений, там есть про это дело соответствующие теоремы. Я про это сейчас расскажу, но перед этим я все-таки хочу рассказать, внимание, не таким способом, не при помощи системы. Сначала я расскажу доказательства без использования систем линейных уравнений. Дело в том, что я просто понимаю, что для многих из вас еще разговоры о системах являются такой абстракцией, а без этого, наверное, нам будет как-то легче. А потом вернемся к системе, хорошо? Так, что такое индукция, надеюсь, все понимают? Нет. 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 Очень плохо. Так, вот индукция вы уже должны сейчас знать. Нет индукции. Это когда вы считаете... Я знаю дедукцию. Нет. Дедукция. Это немножко не то. Дедукция, когда вы знаете что-то обо всех предметах, и вы, соответственно, применяете это свое знание как конкретно, да? А индукция, это в некотором смысле наоборот, когда вы потихонечку, шаг за шагом распутываете ситуацию. То есть, считая, что все знаете для единицы, делаете это для двойки, потом для тройки, и так далее, и так далее. Что такое в данном случае индукция? Если в графе одна вершина, можно зажечь ее? Можно. А если в графе две вершины? Можно. Ну, там уже будет два варианта. Либо они соединены, либо не соединены. Если они соединены, надо зажигать любую одну из них. Если они не соединены, надо зажигать обе. Ну, в любом случае, для двух вершин... Да, тогда граф есть один из них. А почему? Две вершины, пусты, ребер между ними нет. Значит, для двух вершин тоже все хорошо. Так вот сейчас предположим, что для любых картинок, любых графов с одной, двумя и каких-то количествами вершин все сделали, и посмотрим следующее число. Хорошо? Ну, в общем, да. Действительно, во всяком случае, граф, конечно, должен быть связан. Потому что если он состоит из двух отдельных компонентов, то мы каждую компоненту зажигаем, и все хорошо. Ну, конечно, связано графов очень много, поэтому долги будет немного. Ребята, посмотрите. Пусть у нас есть абсолютно любой граф. У него есть какая-нибудь вершина. Ну, я не знаю, какая-нибудь вершина А. А давайте мы ее временно из графа выбросим. В общем, выбросим. Естественно, вместе с ребрами, но точно эти выбросить не будем. То есть просто стало на 2 ребра меньше или на 1 вершину меньше. Получили граф, в котором ровно на 1 вершину меньше. Правильно? Правильно. Для этого графа считаем, что мы все знаем. Правда? Значит, можно отметить 1 или 1 вершину, чтобы все загорелись. Так? Отлично. А теперь вернем вершину. Если она тоже при этом загорелась, то задача уже решена. Значит, я сумел добиться того, что загорелись все вершины, кроме этого. Правильно? Правильно. Отлично. Есть такая система. А теперь внимание. В качестве этой вершины я мог взять эту. Тогда загореть не все, кроме нее. Мог взять эту. Загореть не все, кроме нее. И так далее, и так далее, и так далее. Я получил, что для любой вершины графа есть такая система вершин, при зажигании которых загораются все вершины, кроме этой одной. Вот дальше, дальше начинается интересная вещь. Дальше начинается интересная вещь. Господа, собственно говоря, чему это противоречит? Ну, хорошо. Я умею сделать, чтобы загорелись все вершины, кроме одной. Отлично. Умею, чтобы все вершины, кроме еще одной, все вершины, кроме еще одной. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, дальше есть два случая. Если в графе всего четное число вершин, тогда делаем следующую штуку. Мы такую картинку рисуем для всех вершин. То есть, что мы рисуем? Для этой вершины рисуем картинку, когда загорелись все, кроме нее. Для этой вершины, все, кроме нее. Для этой, все, кроме нее. Для этой, все, кроме и так далее. Ребята, если всего четное число вершин графа, то в сколько картин вот эта точка войдет, когда она горит, и в сколько она войдет, когда она не горит? она нечетная то есть если всего в графе если всего четное число вершин все хорошо потому что мы для каждой вершины взяли такую картинку и после этого все картинки наложили кстати всем наложение если две вершины не горели они не будут гореть если вершина горела и не горела то будет гореть а если горела горела за это сложение по модулю 2 по модулю 2 это значит сумма четных чисел считается четный сумма четного и нечетного считается нечетный а сумма двух нечетных считается четной то есть 0 плюс 0 это 0 0 плюс 1 1 и 1 плюс 1 это 0 я только что объяснил потому что сумма двух нечетных чисел четное число. Мы рассматриваем остатки отделения на 2. Так вот, идея состоит в том, что если всего в графике четное число вершины, то вы по очереди вершину отбрасываете, сожгаете, вы положите все вершины. Если она сожглась, то вообще задача решена, а если она не сожглась, то вы вспоминаете эту картину. Таким образом вы вспоминаете всего четное число картины, но каждая точка участвует в горящем виде во всех, кроме одной. Пытаюсь еще раз повторить. Я решаю задачу по индукции. Я смотрю на графы, считая, что для всех с меньшим количеством вершин задача решена. Это понятно или нет? Понятно. Смотрю на граф, там, для одной, двух, трех n вершин все я сделал. Смотрю на граф, в котором n плюс одна вершина. Отлично. Говорю, что вот если в нем n плюс одна вершина, выбрасываю одну из них, остальные n вершин это граф, значит его можно весь зажечь. При этом вот эта одна, n плюс первая, либо загорится, либо нет. Если она загорелась, то все хорошо. Это понятно? Если она не загорелась, то мы получаем картинку. Если для всех вершин картинка такая, то получилось то, что я здесь написал. Если мы рассматриваем случай, когда у всего нашего графа четное количество вершин, то каждая вершина один раз не загорелась и нечетное число раз загорелась. Это понятно? Когда мы все эти картинки наложим, то у нас получится, что все вершины загорелись. Значит, какой вариант последний нужно разобрать? Если в графе что? Нечетное число. Если в графе нечетное число вершин. А вот здесь очень важное обстоятельство. Здесь есть очень важная лемма. Вершина четной степени. Давайте разбираться. Почему не может быть так, что в некотором графе вершин нечетное число и при этом все степени нечетные? Потому что тогда у левого ребра будет нечетное число концов. Правильно. Вот это правильно. Потому что у каждого ребра два конца. Если вы представите себе, что каждый ребр разбит на две половинки, левую, с одной стороны, с другой стороны, то количество половинок в два раза больше, чем число ребер, то есть четно. А с другой стороны, это самое количество половинок равно сумме степеней вершин. Сумма нечетных чисел, нечетного количества, нечетная. Получилось бы противоречие. Значит, обязательно найдется вершина четной степени. Итак, смотрим на картинку. Представьте себе, что у нас всего в графе нечетное число вершин. Пишем, что 2к плюс 1 вершина. И при этом есть вершина четной степени. То есть, из нее выходит четное число... Ребята, вот сейчас осталось сделать последний шаг к решению задачи. Смотрите, что у нас получилось. У нас возникла точка, у которой четное число соседок. Я могу этих самых соседей просто-напросто там выписать, пронумеровать. Вот они какие-то точки, да? Сосед первый, сосед второй, сосед третий, сосед четвертый. У них три точки А. Вот для пленности плюс четыре соседа. Сейчас вы мне должны сказать систему зажигания каких-то вершин, при которой все вершины зажгутся. Обратите, пожалуйста, внимание. По предположению, мы знаем, что для любой вершины графа, в том числе для вершины А, в том числе для вершины С1, С2, С4, для всех вершин есть система, при которой все остальные горят, а она не горит. Ну и скажите, как сделать? Загрузчик легко? Надо сложить картинки для С1, С2, С3, С4, А. Все правильно. Надо сложить эти самые картинки. Ведь смотрите, если вы берете картинку, в которой не горит только С1, берете картинку, в которой не горит С2, в которой не горит С3, в которой не горит С4, и еще, например, с картинкой, в которой не горит А, то всего на этой картинке возникает пять всего, да? И соответственно, любая другая вершина будет пять раз гореть. Но пять раз – это же самое, что один раз. А вот эта точка, например, она у нас вошла в 4, когда она горела, и, соответственно, она у нас не горит. И вот эта вошла в 4, и эта вошла в 4, и эта. В результате у нас система не горящая будет состоять в точности из этих точек. Но и зажжем А. И зажжем точку А. Берем все картинки для соседей и для точки А, и еще зажигаем точку А, и у нас все получилось. И вот так, без рассуждений о системе уравнений, решается задача. Я не говорю, что это легко, но заметите, что при этом я совершенно ничего не сказал ни о каких системах, да? Вот рассуждения по индукции, значит, все получилось. Что у нас есть с системой? Очень просто. Мы ее решаем методом исключения неизвестных. Господа, из-за того, что здесь числа – это только 0 и 1, то на самом деле исключение неизвестных – это очень простая операция. Это сложение, по-моему, 0 и 2. Поэтому любое следствие из этой системы получается таким образом, что мы просто отмечаем галочки на низких уравнений и их складываем. При этом обратите внимание, если мы отметили, если уравнение сложили, осталась какая-то неизвестная, то это очень противоречие. Противоречие – это когда мы отметили несколько уравнений, и справа – единица, проще говоря, мы отметили нечетное число. А слева – все неизвестные исчезли. А что значит слева все неизвестные исчезли? А это значит, что каждое из них появилось четное число в раз. Итак, что значит получить противоречие? Это значит, что в такой вот системе, ну вот для любого графика – это абстрактная система, надо отметить несколько уравнений, и в разных уравнений галочек. Важно – нечетное число. Чтобы при этом, когда вы все их сложите, все неизвестные исчезли. Замечательно. Вы вспоминаете, каждое из этих уравнений соответствует вообще вершине графа. Значит, надо в графе отметить нечетное число вершин. Отметить нечетное – это здесь очень важно – множество вершин. Отметить нечетное множество вершин. Бред, что вам все неизвестные исчезнут. Обратите внимание, исчезнут все неизвестные. Ну, в частности, неизвестные соответствующие этому множеству тоже исчезнут. Отлично. Значит, у вас есть вершины. Они там как-то с этими, они с этими еще составят на графу, но это сейчас не интересует. А вот они с этими между собой. Что значит, что они исчезнут? Вот есть какая-то вершина. Она входит, когда писали уравнение про нее, а также, когда писали про соседей. Исчезло – это значит четное число. Значит, она плюс еще что-то должно быть четное число. Это значит, у любой вершины нечетное число соседей. Мы получили граф, обладающий двумя замечательными свойствами. Количество вершин у него нечетное, и при этом у любой вершины нечетное число соседей. Ну, а вообще-то сегодня мы уже обсуждали, что такого не бывает. Согласны? Вот, ребята, обратите внимание, в некотором смысле в обоих вариантах решения мы используем из одних дел. Мы пользовались тем, что когда в графе нечетное число вершин, то обязательно найдется среди них вершина четной степени. При этом в точности установить соответствующие совместы между этими решениями я бы не взялся. Все-таки языки совсем разные. В одном случае это было рассуждение по индукции и методам от противного, а в другом случае это рассуждение с системами уравнений. Продолжение следует... Продолжение следует...